Церковь в честь Архангела Михаила в Нижегородском Кремле знают все нижегородцы. Ее Юрий Всеволодович построил в том же году, когда и основал Нижний Новгород. Через столетие в 2008 году у Михаила Архангельского собора установили памятник великому князю и его духовному наставнику. Князь Юрий Всеволодович родился в стольном городе Владимире. Он был глубоко верующим человеком, защищал русские земли от монголо-татарских захватчиков. Про него говорили, что в битву он вступал, как воин Христов с молитвой на устах. В 1238 году на реке Сить произошла неравная битва русской рати с татарским войском, в котором великий князь погиб. В середине 17 века православная церковь причислила благоверного князя к лику святых. Днем памяти князя было определено 17 февраля. Во всех нижегородских храмах сегодня проходят службы в честь благоверного князя. Прекрасно, что традиция чтить его память в этот день восстанавливается. Прекрасно, что нижегородцы приходят сюда, в Кремль, и к памятнику Георгию Всеволодовичу, и в Архангельский собор, где, собственно говоря, начинался наш город. И если эта традиция действительно будет вот так взращиваться и прорастать, у нашего города, конечно, будет большое будущее. Не только в материальном смысле слова, но прежде всего в духовном отношении, в праведности, любви, в сострадании друг к другу. Это те качества, которыми всегда и спокон веков жили русские люди. Вспоминают Георгия Всеволодовича и на его родине во Владимире. К месту упокоения великого князя в Кафедральный Успенский собор в этот день едут сотни паломников. В последние годы православные нижегородцы возрождают старинную традицию. В день памяти основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича совершать паломничество во Владимир. Билеты на поезд раздают всем желающим во всех православных храмах. Разбирают их за считанные дни, признаются священнослужители. Желающих поклониться святому с каждым годом становится все больше. Это совершенно разные люди. Совершенно разные люди. Мы не ведем каких-то подсчетов. Это совершенно разные люди. Всем, кому дорога память этого святого. Все, кто хочет ему поклониться. Все желающие могут поехать. Здесь нет никаких ограничений. В 2006 году уставом нашего города дата 17 февраля, день почитания и памяти основателя города князя Георгия Всеволодовича, определена так же, как и общегородской праздник. Нижегородцы и первые лица города в этот день участвуют в торжественном митинге и возлагают святые к памятнику благоверного князя. Это человек, который положил свою жизнь на благо Отечества. Поэтому наш основатель города – это воистину великий и святой человек. Поэтому, конечно же, все нижегородцы должны в этот день вспомнить его, упомянуть добрым словом и положить цветы под ножи памятника. И, как показал наш опрос, нижегородцы неплохо знают, что сделал Георгий Всеволодович для нашей земли. Видимо, он народ любил и делал все для него. В те времена люди же религиозные были, и поэтому они старались оставить о себе след какой-то в истории, чтобы их помнили, знали. Ты вообще основал в такой город, в таком хорошем месте. Когда он погиб, защищая свой город, что его жена и дети сбросились с крепости, чтобы не сдаваться врагу. То есть не он трагически погиб, но его семья трагически погибла. Наверное, нам не хватает таких легенд и таких примеров. Наталья Лисова, Максим Весенов, Объективно, ННТВ.